всем привет меня зовут марина вы на канале книжный дегустатор и у меня есть такая дурацкая книжная привычка я не ставлю новые купленные книги на полке сразу же после покупки я почему-то собираю какие-то горы вот этих вот книг я всегда чего-то жду и вот когда уже накопится такое большое количество но вы сейчас видели в начале видео сколько там книг вот когда столько накопится я понимаю что да что-то кажется пора что-то они уже мешаются что-то уже как-то вещи некуда девать короче мы сегодня будем с вами расставлять книги на полке вот здесь сейчас 49 книг ну округлим до 50 будем считать что мы с ним будем расставлять 50 книг на самом деле конечно же есть еще одна часть небожителей но просто я сейчас читаю поэтому ее не будет сегодняшним видео а также есть еще две книжки которые были в покупках но я планирую показывать следующем видео про прочитаны поэтому им еще здесь нечего делать они у меня лежат отдельно я сейчас предлагаю все эти книжки разложить по жанрам по темам ну в общем куда бы примерно я могла их положить какие книжки с какими я хочу объединить я справлюсь это конечно все круто и здорово но вот это вот стопочка это то что я не знаю куда класть и это довольно много в общем здесь у меня нонфиг книги по саморазвитию здесь ну детективы триллера на глубок всего два здесь книги про любовь тут точно будет проблема потому что полку уже забита и здесь это что-то вот вроде классики либо того что я считаю классикой здесь всякие манга маниху что-то еще манхва комиксы короче все вот из этой оперы вторая жизнь в этой просто снимала шорт и не приобрела ее на место как бы тут найдем куда поставить вот с этим будут некие проблемы поэтому вот к этому я хочу прийти уже в конце сейчас расставим то что я хотя бы понимаю куда примерно расставлять начнем с самого простого чтобы делать вторая жизнь увы она у меня вот здесь вот лежит сейчас я положу и от этого мы уже избавимся начнем с самого легкого готова давайте займемся книгами про любовь что ли короче вот ситуация выглядит так как-то вот вот так вот минут все разложено но к слову сквозь зеркала это не история про любовь конечно мне там очень нравилась любовная линия но это все-таки фэнтези под можно сквозь зеркала куда-то переставить ну и видим уже формировать какую-то новую полочку с ними а вот эти пусть так и лежат потому что я пока не понимаю мне другая книга коллин гувер не понравилась господи уже называлась все твои не помню ни сожаления как же короче я забыла называлась эта книга но в общем я она не понравилась вот а злая лисица ну тоже кто его знает раз не появится пусть пока тут да вот эти книжки мне так никуда еще не уехали потому что никак я не доеду до публики ческого магазина ну вот не идет метода дорога так что ребята все кто-нибудь из вас из барнаула и хочет что-то из этого собрать пишите мне вконтакте я вам с радостью отдам тут конечно можно задать резонный вопрос а почему ты не продаж эти книги почему ты не отдашь кому-нибудь в другой город их я вообще не хочу заниматься пересылкой проблема только в этом я бы может быть с радостью бы что-то продала там буквально за 100 за 200 рублей но я понимаю что во первых мне придется платить за оплату вот этой пересылки а во вторых не просто не хочется идти на почту нас ужасная почта там очень неприятно всегда там все какие-то проблемы поэтому не хочу так смотреть что придумала придумала что их можно положить горизонтальные на них еще что-нибудь например какие-нибудь небожители не знают войдут не войдут они сюда 6 томов но мы сейчас попробуем и не надо ругаться что не заказ книги горизонтально ребята когда у вас вот так много книг ну это уже единственный вариант таким макаром можем сейчас что нибудь вот из этого переложить хорошо допустим вот это вот я не знаю это моно кастом это моно кастом может быть это как-то тоже положить ну типа так посмотрите как это тетрис гляньте оп смотрите все мне сейчас все совпало мне все совпало я выиграла в этот тетрис круто они кстати прям круто мне прям даже нравится все прямо по теме хотел заругаться почему первая книга стоит не вначале это разные циклы но они явно все туда не пойдут ладно что я принесу будем смотреть но смотрите анну джейн по-любому надо что ставить потому что у меня уже здесь есть анна джейн и как-то не очень разделять ладно они будут разделены вот этим потому что они ну как-то по цвету подходят по шрифту не знаю мне нравится но как-то все таки мне кажется логично будет ее поставить с ними а уж посмотрим по размеру данная по размеру это подходит все как на зло все подошло ну и они естественно классно смотрятся с данный делон потому что это клевер это все вместе все одно издательство поэтому да но еще для одной книжки вместо книжек то а книжек то две причем вот это вот и солнце взойдет это первая часть диалоги и я планирую продолжать читать эту диалоги и поэтому в любом случае но здесь будет еще вторая книжка не знаю пока что с этим делать но скорее всего сюда я все-таки поставлю мой 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 ну кажется господь ему скотт так 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 в итоге смотрите я сделала вот так мне нравится что мне пришлось задействовать еще одну полку все вошло все здорово мускотт переставила вот сюда потому что ну тут блестючки тут блестючки вроде как симпатичнее так смотрится мне не очень нравится что вот это вот выделяется но я пока не пойму куда еще можно деть и я ее обожаю именно тысячи поцелуев которые невозможно забыть прекрасная книга не знаю куда ее девать вот но вот эти пока это вот такие вот книжки которые возможно когда-нибудь куда-нибудь переедут потому что ну вот две части вот эти конечно на будет тоже размещать но возможно просто и сюда положу не знаю все я не знаю я запуталась а ну и аси лавринович знаете вот прям вот там уже вот вот неприлично уже аси лавринович я считаю писать еще книги ну за ну все ну зачем ну куда у них некуда ставить а я знаю что не опять то ли вышло то ли прям должна была вот-вот выйти еще одна новая книга и некуда ее ставить ну это тупик они же причем обратите внимание они же у нее еще вот горизонтально расположены буквы и название книг и ее имени ну они вы должны именно вот так вот стоять скорее всего ну как-то это смотрится правильно что ли да что вот горизонтально но они входят либо тогда надо аси просто написать сразу вот столько же книг чтобы их сразу купила и мне было вот так вот два ряда малыш какие планы давай крутить романы я ничего не могу поделать она привязалась камни сегодня я вот просто в ужасе наверное относительно просто будет с вот этими двумя книжками я я не хочу это обсуждать это секрет на самом деле в этом загадочном зеленом пакете лежат книги мужа по саморазвитию всякое такое которые он притащил день и помнят которые с работы короче я не знаю куда идти бать у него вроде есть еще место на полке с его нонфиком мин так лень это разбирать 5 так лень и я не знаю сколько они уже стоят там пусть стоят пока дальше ну вот смотрите три виллера детективы вот это вот все дело я ставлю вот на вот эту полочку так честно и не забил оставим вот это мы сейчас клоник примерим это азбука больше я тут прям вот азбуки не вижу кроме 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 вот этой наверное их надо вместе ставят скрыть они по размеру подойдут история называется как марина себе сэкономила господи время просто посмотрев на издательство да все она именно сюда по размеру идеально подошла пусть стоит так так сейчас мы проверим а что там у нас творится у юнисбео ну меня что такая ситуация как соси лавринович из посмотрим ваши ставки влезет или не влезет фух действуем не как даже если книги прижать получается вот так но в принципе нормально так и оставим наверное блин не на все получается чего эпоха вот этой полки с юнисбео закончена она сейчас тоже пойдет сюда но там никак ну там вообще никак его ставить вот так вот вертикально я тоже не хочу мне нравится как он расположен поэтому ну все это пойдет отдельно тем более это сборник рассказов это цикл про хари холли все нормально просто стараюсь сама себя успокоить пойдет ну вот это тоже относительно просто это мой но фиг поэтому мы его сейчас тоже поставим на место у меня анонсик стоит вот на вот этой полке самой верхней я думаю что все сюда войдет еще ну вот эти книжки от мифа явно все должны стоять вместе и тут все понятно не по размеру все такое одинаковое единственное что на сейчас по цвету посмотреть ну вот я думаю нормально это как раз вот здесь вот такая золотой господи забыл корешок корешок забыл слово здесь золотой корешок здесь тоже такой золотистая так что подходит все красиво гармонично здесь так много розовеньких книжек как это так вот эту книгу я пожалуй отправлю на полку к мужу знаете почему потому что ну он его так почитал я не знаю что это я это увидела только сейчас когда решил расставлять книги он даже меньше не сказал что на где-то пролил на мочил и не знаю вот ну вот ну что это как будто пролил на нее чай чай наверно было бы с цвета так что этим просто это не она мочил него тут своя атмосфера магия утра это кстати тоже издательство миф но она большая здесь по моему она не входит вот я бы куда-нибудь вот сюда сейчас попробуем в итоге магии утра я поставила вот сюда она здесь подошла по высоте ну и я хакер тоже заодно поставила вот так ну еще из простого это вот это вот стопочка сейчас пойду я тоже унесу и это было очень тяжелая стопочка книг потому что там в большинстве глянцевая бумага она толще она тяжелее весит чем обычная бумага поэтому я еле донесла правда но здесь сейчас интересно то что как бы место то ну есть да но надо будет вот домового убирать вероятнее всего ну ну да явно не знаю как красиво поставить могу определиться и вот он результат перестановки получилось вот так но вот эти как-то получаю ставить только так горизонтально потому что они меньше по размеру вот этих всех и как-то не смотрится черная с а вот эти вот цветными прекрасными а вот сюда ставить в черный но я не могу потому что они маленькие поэтому они будут стоять пока вот так вот учитывая что вот это еще дописывается вот это еще будет докупаться и ну да есть классика есть что то вот такое даже новенькая какая-то просто я не знаю то ли стоит То есть сейчас это разделить и отнести ее туда, потому что там у меня есть полочка для таких книг. И сюда поставить уже классику. Да, наверное, так и сделаю. Зачем я это? Ну, ладно. Ладно, это мне помогло, эти размышления. Я пришла к выводу. Вот эти книги мне вызывали вопросы и при прошлой перестановке. Ну, видимо, пришло время их переставить еще раз. Ну, тогда и здесь нам теперь их надо разделить вот на классику-классику и на классику-не-классику. Все, классику всю. Блин, авария, авария, авария. Классику всю принесла и решила добавить еще сюда эксклюзивную классику. Раз уж у меня уже вот эти три книги появились, они не входили на прошлую полку, где стояли вот эти книги. Поэтому будем их сейчас соединять. У меня произошла какая-то проблема. Я не понимаю, куда девать эти розовые книги, потому что мне не нравится, как они здесь смотрятся. И я переставляю вот эту книгу вот сюда. Мне тоже не нравится. Короче, я вообще ничего не пойму. Я, наверное, как-то это оставлю сейчас, но мне это не нравится. Вот проблема. Ну, вот так вышло у меня. Ну, в принципе, нормально, конечно. Но тут эти розовые книги что-то прям выделяются сильно. Ну, вот это меня печалит всегда, что вот такая вот красотка, она стоит здесь, ее никто не видит. И я не понимаю, куда ее ставить так, чтобы было видно. Ну, к сожалению, у меня нет какого-то вот такого алтаря книжного, да, где я могу расставить каких-то красоток. Ну, и продолжаем. Это вторая мипулочка, которая... Ну, в общем, это как бы проза. Это современное, несовременное, и что-то из этого, да, чем-то похоже на классику, что-то из этого уже считается классикой, хотя это современная литература. Что-то нет, что-то я для себя выделила как классику, поэтому сейчас будем это как-то вот расставлять без какой-то логики, просто по красоте. Вот эта вот книжулька тоже, конечно, очень красивая. Я еще не читала, но этот обрез, да, волшебство какое-то. Вот смотрю на эту книгу и понимаю, что она вот, ну, никуда не встает, никуда не подходит. А это же, скорее всего, нонфикшн. Это же просто, ну, как пересказ, что ли, вот этих вот сказок всем известных с их подробностями. Ну, в общем, это разбор, это не то, что пересказ, это именно разбор сказок. Это явно на другую полку должно пойти. Вот, а вот эта полочка меня уже устраивает. В общем, учитывая, что у меня тут произошло обновление концепции некоторых полок, я понимаю, что теперь вот эти книжки я тоже могу как-нибудь еще разложить. Пойду, отнесу вот эту красотку, дальше будем разбираться. С серьезными делами. Отчет. Ну, все, теперь будем работать только с этим стеллажом. Вот у меня три книжки, которые сейчас пойдут на эту полку. Сейчас буду расставлять. Готово. Вот этой книжке, кстати, лучше лежать вот именно вот так горизонтально, потому что она падает, она в мягкой обложке, ей не нравится стоять. Миллион фэнтези. И да, там есть небожители, небожители, как я уже говорила, я думала вот сюда сейчас положить. В общем, я сейчас примерю, пойдет, не пойдет, и посмотрим. Ну, нет, это кратковременное решение. Сюда, конечно, еще одна книжка войдет. Вот я сейчас читаю третий том, окей, сюда можно положить. И все, а шестой том, последний том не войдет. Блин, ладно, ну это уж будем решать проблему по мере их поступления. О, я только сейчас поняла, что оставшиеся книги у них у всех черный корешок. Ну, это, конечно, интересно, но у шестерки Атласа есть продолжение, и там будет белый корешок, белая обложка. Поэтому не получится, конечно, сделать здесь черную-черную полку, но сейчас пока мы можем себе это позволить, пока здесь нет парадокса Атласа. Моя скромная коллекция фэнтези. Да, скромная. Да-да-да, скромная. В общем, вопросы остались только к этим трем книжкам. Они неформатные. То есть вот эта она, она низкая, да, по росту, но она вот широкая. По длине именно вот эти они высокие. Ну вот это еще ничего, а вот эта совсем высокая. И она нереально красивая. И я не понимаю, мне не хочется их прятать, куда-то просто складывать. Но, видимо, пока что придется, потому что у меня пока нет таких высоких полок, чтобы это просто вот так поставить и любоваться. Вот так я поступила с этими книжками. И вы просто даже представить не можете, как мне тяжело их ставить туда, потому что они очень красивые. Вот ими нужно любоваться. Это предметы искусства, это не просто книги. Но я не могу их сейчас никуда поставить в другое место, потому что все полочки, где их можно поставить, ну, вот так вот, да, обложкой к народу, они все заняты. И более того, они заняты не просто так, а потому что там есть тоже какие-то тематические книги, которые очень большой высоты. Это проблема, да. Ну, а сейчас я вам покажу все-все-все полочки, покажу изменения на них. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как я до этого докатилась!